Библейский портал экзегет.ру представляет 32 глава книги «Исход», перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала «Экзегет». Ну вот, большая часть, начиная с 20 главы, где у нас были 10 заповедей, большая часть этой книги, она посвящена законам, как нужно жить израильтянам. Потом мы читали конец 20-х, 30-е, 31-е глава о том, как нужно построить Скинию, как нужно посвятить Арон и его сыновей для того, чтобы они совершали священнослужение в этой Скинии, как предметы разные должны быть в Скинии сделаны, какие жертвы должны приноситься в Скинии. Это все прекрасно в теории. А дальше, наверное, книга «Исход» говорит, ну вот так они все и сделали, и были большие молодцы. Вообще-то большинство книг, которые люди пишут, они в основном так и пишутся. Вот как наши предки все правильно, хорошо сделали, им только враги мешали всю дорогу. А так они сами молодцы. Библия совершенно по другому принципу устроена. Итак, еще раз напомню, Бог все объяснил Моисею, дал ему подробные инструкции, как ему жить, что ему делать, какие заповеди исполнять, как построить Скинию, как устроить богослужение в этой Скинии. Арон, его первый помощник, священник. Люди видели, что Моисей все не возвращается с горы. Тогда они обступили Арона и потребовали от него, сделай нам Бога, который повезет нас за собой. А этот человек, который вывел нас из Египта, Моисей, мы не знаем, что с ним случилось. Вот этот вопль, который постоянно бывает. Слушайте, вот нам нужна простая конкретная религия, да? Нам нужно чему-нибудь поклоняться. Сделайте нам идола, пожалуйста. А что там случилось? Как там был? Да, он нас из Египта вывел. Ну, вот конкретики не хватает. Вы нам объясните, как говорила мне одна женщина, которая проводила экскурсию для паломников. Ей сказали, ты нам ничего этого не рассказывай. Ты нам покажи, куда целовать. Вот сделай нам, куда целовать. А все остальное нас не интересует. Арон велел им. Арон такой простенький, да? Он ни на что не возражает. Он понимает, что народ не на его стороне. Вот если он начнет там объяснять, что это все язычество. Нет, нет, нет. Это чревато разными неприятностями. Арон велел им. Выньте серги из ушей ваших жен, сыновей и дочерей, принесите мне. Люди вынули из ушей золотые серги и отдали Арону. Арон взял их, переплавил, сделал статую тельца. И люди сказали друг другу, это Бог твой, Израиль, это Он вывел тебя из Египта. Увидев это, Арон воздвиг перед тельцом жертвенника и провозгласил завтра праздник Господень. На следующий день утром они принесли жертву всесожжения и предшественные жертвы. Потом народ усевший стал есть и пить, а после принялся вовсю веселиться. Вот резкий контраст, да? Господь подробно расписывает, как это все должно быть. Они делают что-то совершенно по-своему, по принципу. А вот как мы хотим, да? Вот нам так удобно. Все очень похоже. Есть цветы, не только это золотой телец, а не ковчег завета, да? Есть жертвенник, на нем приносятся всесожжения, одновременно потом приносятся всякие жертвы пиршественные, и народ празднует. Но такого не должно быть, потому что это их самоволе. «Спускаясь из горы», — сказал Господь Моисею, — «негодным стал твой народ, народ, выведенный тобой из Египта. Как быстро свернули они с пути, на который я их наставил. Они сделали себе статую телца, они поклоняются этому телцу, приносят ему жертвы и говорят, — это Бог твой Израиль, это он тебя вывел из Египта». Смотрите, и Моисей там в этом высоком своем богообщении даже не замечает этих вещей. Ему не до этого. И нужно, чтобы Господь ему об этом напомнил. Господь сказал Моисею, я вижу, что этот народ упрямый, не препятствуй мне излить на них мой гнев и уничтожить их, а от тебя я произведу великий народ. То есть этих людей он убьет, а потомки Моисея станут новыми израильцянами. Ну, как было уже с человечеством, потомки Адама впали во всякие распутства, и потомки Ноя заменили их, новое человечество от Ноя. Так новый Израиль от Моисея. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего. Господь сказал он, зачем тебе гневаться на твой народ, который ты вывел из Египта своей великой силой, могучей рукой своей? Зачем нужно, чтобы египтяне говорили, будто ты увел этот народ на погибель, уничтожил его в горах, стер с лица земли? Не гневайся, смилуйся, не губи свой народ. Интересная аргументация, да? То есть египтяне о тебе плохо подумают, а Богу не все равно, но ведь все, что происходит с Израилем, это одновременно знак для всего человечества. Это одновременно свидетельство о том, что значит жить с Богом. Если жить с Богом значит просто быть убитым Богом, то это очень плохая проповедь. Вспомни, о чем ты поклялся твоим рабам Аврааму, Исааку и Израилю. Ты поклялся самим собой, что сделаешь их потомков многочисленными, как звезды на небе, а землю, которую ты обещал, им отдашь их потомкам вечное владение. И Господь отменил то наказание, о котором говорил, о котором он хотел подвергнуть свой народ. Смотрите, Господь неожиданно слушает Моисея до такой степени, что меняет свои решения. Вот что значит быть угодным Богу, да? Вот что значит быть его пророком. Это не только значит возвещать его волю людям, но это значит менять его волю ради блага людей. Необычно. «Моисей повернулся и стал спускаться с горы. В руках у него были две каменные плиты завета с письменами на обеих сторонах. Самим Богом были сделаны эти плиты, и письмена на них были начертаны Богом, вырезаны на плитах». Ну, то есть вот данный свыше закон в прямом и непосредственном смысле. Обычно считается, что на них были только десять заповедей, а вот не все эти подробности, которые мы читали. И тут Иисус услышал, какой шум подняли люди внизу. А Иисус, видимо, ждет Моисея где-то вот на полпути, да, между лагерем и горой. «Встань, шум битвы», — сказал он Моисею. Моисей ответил, — это не гул победы, не гул поражения. Я слышу разгульные песни. Приблизившись к стану, Моисей увидел тельца и увидел пляски. Разгневался Моисей, бросил каменные плиты на землю, под ножи горы и разбил их. Странная реакция. Он разбивает плиты, хотя плиты ничем не виноваты. Более того, плиты — это и есть тот закон, который нужно соблюдать. А не лучше ли было людей наказать? Но он понимает, что завет нарушен. Он еще не успел, собственно, быть заключен, а он уже нарушен. Уже что-то другое. Поэтому все то, что ему дал Господь, бесполезно. Впустую. Часто ли возникает у нас вот это ощущение? Мы стараемся, мы понимаем, насколько это действительно важно, нужно, хорошо то, что мы делаем. А все бесполезно. А все впустую. И горе оно все синим пламенем. Разбить эти плиты. Даже вот это на грани кочунства. Ему Бог их дал, а он их разбивает. Статую тельца он сжег и в порошок растер. А порошок бросил воду и заставил сынов Израилевых пить ее. То есть каким-то образом потребить этого самого тельца. Вот давайте вы сами его сожрите буквально. Вот вы ему приносите жертву, вы считаете его Богом, съешьте его. «Чем провинился перед тобой этот народ, что ты вовлек его в столь тяжкий грех?» спросил Моисей Варона. Арон отвечал, «Не гневайся, господин мой, ты сам знаешь, что этот народ склонен ко злу». Они говорили мне, сделай нам Бога, который повезет нас за собой. А этот человек, который вывел нас из Египта, Моисей, мы не знаем, что с ним случилось. Я велел им, отдать мне золотые украшения, бросил золото в огонь. Получился вот этот телец. Вот интересно, да, чем-то напоминает разговор Бога и Адама в Эдемском саду, да. Вот он спрашивает напрямую, зачем ты такое сделал? Он говорит, ну, народ меня попросил, вот я сам ничего не решал, да. Но ведь Арон тот самый человек, который должен быть с устами Моисея, тот, кто должен говорить с народом. Если ты потворствуешь народу в том, что он хочет, то ты тем самым и совершаешь этот грех. Потому что ты должен быть, ну, совестью народа, ты должен быть с устами Моисея. И еще хорошая фраза. «Получился вот этот телец. Ну, само так вышло, да. Вот взял я серьги, бросил в огонь, не знаю зачем, вот как-то все само. Да, то есть, когда все само выходит, как у маленького ребенка, да, он там бросил Озим и говорит, вот сломалось, разбилось, да. Моисея увидел, что люди забыли стыд и страх из-за Аарона, который, видя врагам на радость, позволил народу позабыть стыд и страх. Вот, да, виноват Аарон, не он инициатор, но он ответственный, да. Вот тоже важно очень про ответственность, что человек, может быть, сам и не делает дурного, но он позволяет дурному совершиться. И это его вина. «Стал Моисей в воротах стана и возвал, кто за Господа, все ко мне. Вокруг него собрались все сыны Левиева, но это колено, которое и Моисей к нему принадлежит. И Моисей сказал им, так говорит Господь Бог Израиля, возьмите мечи и пройдите по стану от ворот к воротам. Пусть каждый убьет брата, убьет друга, убьет соседа». Сыны Левиевы выполнили приказ Моисея, около трех тысяч человек было убито в тот день. Моисей сказал им так, посвятите себя ныне в священнике Господа, ценой сына, ценой брата, и тогда вам будет дано благословение. Гражданская война. Три тысячи человек убиты по прямому приказу Моисея. Зачем? Не хватило слов, а значит не хватило. Да, вот Ветхий Завет, он местами очень жесток, или, может быть, сказать, жесток, потому что человек еще не понимает практически ничего, кроме силы, потому что приходится вершить вот такие, может быть, очень неприятные, жестокие действия для того, чтобы просто заставить задуматься. Но это Ветхий Завет, да. На следующий день Моисей сказал народу, тяжек ваш грех, но я взойду к Господу, и, может быть, мне удастся загладить вашу вину. И, смотрите, Господь хотел уничтожить этот народ, Моисей умолил его этого не делать одновременно. Сразу после этого тут же попросил, призвал своих собратьев левитов убивать людей. Нет ли в этом противоречия? Но это убийство, это такая, ну, децимация, как в Древнем Риме, да, когда легион бежал с поля боя, казнили каждого десятого. Не потому, что каждый десятый лично был особенно виноват, да, а потому что всех убивать нельзя, да, но убить какое-то значительное число представителей этой группы, чтобы показать, насколько все серьезно, чтобы тем самым символически убить каждого, принести в жертву. Что такое жертва? Человек отдает что-то для того, чтобы сохранить себя. И вот здесь отдаются жизни этих людей, чтобы сохранить народ. Еще раз, Ветхий Завет, да, местами очень жесток. И более того, это понимается как освящение, да, вот об этом и говорится. То есть это жертвоприношение. «Вернувшись к Господу, Моисей сказал, тебя же грех этого народа, они сделали себе Бога из золота. Простишь ли ты их? Если нет, то сотри и меня из книги твоей». А вот смотрите, он говорит, а я не хочу быть праведником на фоне грешников. Вот он мог сказать, эти же, ну, слушай, вот что за народ такой ты мне поручил, да? Ну, совсем невозможно с ними. Нет, он говорит, если их, то и меня сотри. «Господь ответил, я сотру из книги моей тех, кто согрешил против меня. Ступай и приведи народ на значенное мною место. Мой ангел будет идти перед тобой, а когда настанет день наказания, я накажу их за грехи». В каком смысле накажу их за грехи в день наказания? Ну, видимо, это такая фраза «я разберусь, как их наказывать». Я это решу. «Господь покарал народ Израилев за то, что они сделали тельца того тельца, которого изготовил Аарон». Вот здесь тоже, может быть, немножко неуклюже, потому что еще очень древнее общество, очень такой тяжелый язык, но автор размышляет над наказанием, да? Вот наказание за грех — это кара, она от Бога, хотя в то же время физически сигнал к этой резне подал Моисей, но Господь сам решает, как это наказание постигнет людей. Вот видите, такая какая-то попытка описать синергию судействия Бога и человека, даже в таком страшном деле. Ну, а что будет дальше с этим народом, который наказан, но, кажется, не отвергнут? Вот об этом прочитаем в 33-й следующих главах.